Всем здарова! С вами снова я, Вадим Джокер, и мы сегодня будем обозревать игру. Нет-нет-нет, это не Watch Dogs. Как вы догадались по названию, это игра Tactical Intervention. Я лейво говорил это название. Разработчиком игры является компания Fix Corporation. Именно корейский филиал, при вводе в Google который выходят такие вот дамы. Я сразу их увидел, я подумал, что неужели это и есть разработчики игры. Но нет-нет, это всего лишь представители. Также издателем является Mine Interactive. Этот издатель более известен игрой своей, такой как The Valve's Key 2 Rise of the Sky Clan. Я не знаю, что это за игра, потому что я не видел ни разу ее на турентах. Ну что ж, приступим к самой игре. И вот мы в меню игры, и скажу вам сразу, что меню очень сделано квадратно. Видим кнопку Play Game, профиль, поддержка, опция, кредит и какие-то три непонятные кнопки, как магазин, инвентарь видно и рак. Игра сделана на движке Source, внизу сразу нам подмечают. Первым делом я зашел, конечно же, в настройки, потому что у меня игра запустилась в разрешении 1600 на 900, что для меня совершенно непривычно и экран сместился влево. Но сейчас не об этом. Ради вас, ребят, я поставил все настройки максимальные, чтобы потом в комментариях не было таких людей, которые писали бы, «Оу, у тебя неполные настройки, максимальная графика, и значит игра получилась говном». Ну ладно, сейчас не об этом. Все, я сделал как надо и решил, что пора уже начать игру, но игра не давала мне начать ее, потому что Play Game не загоралась. Я подождав немножко и увидел, что Play Game все-таки загорелась, и ее можно нажать, вот такая вот игра. Сразу же выбрал лобби, русское лобби, потому что пиндоское как-то неохота. Ну ладно, открываем Viapon Rack, причем Viapon Rack, и выбираем оружие. Игра сразу предлагает нам четыре вида оружия, и я хотел побольше, но не нашел кнопки, где можно было изменить слоты. И решил сразу пойти в бой. Да, какие же тут заставки-то. Ждем, пока все нажмут кнопку Ready, и я последним нажимаю ее. Первый режим, который я рассмотрел, это был Team Date Match, карта Flash Metro. Пока я грузил из карты, я увидел, что тут есть заложники, но на протяжении всей игры я их так и не встретил, хоть я играл за контртеррористов. Ну что ж, мы тут с брат Тюней пошли вперед, и я уже подумал, что игре нужно дать шанс, потому что в принципе неплохо выглядит, и можно поиграть. Free to play и все такое. Да, сори за все звуки скайпа, это писал не до радости человек, извиняюсь. Ну и тут я увидел первого врага, и начал стрелять, и увидел такую жестокую отдачу, что... Как будто я играю не спецназовцем, а 7-летним школьником, который только что пошел в первый класс. Ну что ж, ребят, мы... В общем, это еще не... Это еще полбеды. Самая большая беда этой игры, то что здесь небесконечная выносливость, и сейчас вы увидите все... Всю эту суть, небесконечная выносливость. Только посмотрите, и я не мог пробежать из-за этого внизу. Меня поджидал школьник 911 максимус. Может быть он и не школьник, но кто пишет в начале ника, какие-то неизвестные цифры 911. Он что ли взрывал небоскребы? Ну ничего, ребята, и я подумал, что игра еще стоит того, чтобы дальше мне посмотреть ее. Я походил по коридорам, заметил, что все почти однообразно, и текстура наложена очень криво. Я не стал это показывать вам, чтобы вы совершенно не раздосадывались. Но в игре можно сделать вот так. Попинать баллон газовый и поугарать над ним. Да, именно так. И сзади, короче, чувак какой-то меня выносит, размазывает просто по стенке. И тут же его, мой брат, выносит с ножа. Ну что ж, ребят, я решил посмотреть на текстурки и посмотреть, сколько текстуры выдерживает пуль. Оказалось, что всего три. Три пули? Это вам, ребят, не Battlefield. Рушение здесь, конечно, вообще оставляет желать лучшего, потому что движок Source, напоминаю. И еще в этой игре можно делать так. Не знаю, что это за знак, и зачем вообще это нужно. Блок. Это чтобы, типа, тебя пули не брали. Не знаю, вроде бы не помогает, я уже пробовал. Увидел я на столе зеркалки и решил сразу разбить, проверив разрушение. Ну, в принципе, неплохо разбились. Ну и тут мы с батюнем пошли наверх, и... Меня одурманила какая-то зеленая фигня. Да, именно так. Так, видим журнальчики. Постреляли, посмотрели. Дальше смотрим разрушение плакатов. С одного удара ножа можно, в принципе, разрушить полностью всю... Вот, дюкнигом. Можно бы разрушить полностью всю полку. Что и есть плохо. Ну ничего, мы пошли с братьюни наверх, и увидели жуткую перестелку, и раунд закончился. Я был на втором месте. Ну и все, дальше мы продолжили наше похождение. Я решил выстрелить в ту сторону, где был взрывак, и увидел, что... Куртки, они пуля непробиваемые, мать их, как говорится. И я подумал, что почему бы не одеть моему солдату куртку и быть бессмертным. Опять скайп. Ну ладно, сейчас не об этом. Скайп добавляет какого-то шарма в мой обзор. Мы оказываемся в вагоне метро, и я вижу гранату, быстрее усматываюсь, и вижу врага, который... Оказался тем врагом, который первоначально меня убил в между ног. Но это еще нормально, мы проигрываем, конечно же, вдуваемся по полной, и раунд заканчивается. Как же тут тупо заканчиваются раунды, что... Экран просто гаснет, и ты видишь карту, как ты входишь возле врагов. Мы проиграли, это все было не за меня, из-за того, что мы команды оканчивали. Оказалось, полное рачье. Да. Это все не из-за меня. Нет, 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 ребят, вы что? Я зашел в магазин ради интереса, и увидел там АС-50, сразу захотел ее купить, но... Тут долго думал, стоит ли, не стоит, и как она поведет себя в этой игре, ведь... Оп... доверя опыту армии, опыту армии, я вот договорил себе, что это самое крутое оружие, которое тут может быть. Я решил его купить. Я так и не нашел, куда его вставлять, ну, как вставить его в свой винтарь, полазив немного. Но позже я потом покажу, как это сделать. Так, и тут я, пошарившись, решил, что я вообще его не купил, и... Начал раунд без него, и сразу же закончил. Вот такие вот тут быстрые раунды. Да, это просто мне повезло, потому что я в меню прокопался капельно сколько, и я решил действовать по новой тактике, по своей собственной. Эта тактика была разработана мной. Пройти под мостом и... Ой-ой-ой, о боже. Да. Именно так. Играли мы, конечно же, втроем против пятерых, и... В балансе... В балансе никакого речи не могло быть. Потому что эта игра не узнает слово баланс. Ну что ж, ребят, я долго сидел, думал над тактикой, и решил пойти через дом. Да, именно так тактически выверено. Потому что я знал, что через дом никто не ходит, потому что все ходят по боковым линиям, и просто стоялся с ножом, ждал соперника. Посмотрите, как он играет ножом, и как рукой-то ребенкает. Да, именно так. О, да. О, как будто он гладит какую-то киску. Ладно. Сейчас не об этом. Берем оружие и идем в бой. Я пошел и нашел, короче, крутую точку, откуда можно выстреливать врагов, они даже не замечают, что ты их убиваешь. Постреляв немного, я понял, что я уже нафармил как три игрока. И это было круто. Это было круто. И сейчас я соображаю, что патроны закончились, и надо что-то делать. Я решил бросить гранату. Бросить вторую гранату и ослепляю полкоманды. Да. Ну ничего, мне никто не говорит в чат, что я такой-такой и сякой. В общем, вы меня поняли. С поддержкой своего братюни я убиваю еще одного человека. И видим вот этот зеленый дым, как будто кто-то на линии нафунел. Да, и нас убивает какой-то школьник. Фонг Сакьё 287. Причем, похоже, это корейский школьник, играющий в русском лобби. Ну что ж, я снова решил попробовать купить iOS 50. Купил я уже, получается, на два дня целых, хотя я этого не заметил. И, кстати, оружие дается лишь только на дни. Ты покупаешь его на один день, чтобы поиграть этот один день, и все. У меня, слава богу, что у меня были 44 тысячи каких-то GP. Фиг знает, что это такое. Это местная валюта, видимо. Я так и долго разыскивал, куда же, где же я его купил и где оно находится. Пока не наткнулся на... Да, я еще и купил и калашников. Пока не наткнулся на кнопочку, кнопочку такую, как инвентарь. Хотя эта кнопочка совершенно не означает это. Сейчас вы это увидите. Сейчас все будет. Вот. Это совершенно не инвентарь. Кнопочка рака означала инвентарь. Бывает. Игра, кстати, слово говоря, полу-русская на полу-английском языке. Вот так вот. Какой-то сумбурный. Как-то получилось, конечно же. Ну, вот так вот сделали разработчики. Не удосужились полностью перевести. Я поставил S50 и решил проверить его в следующем раунде. Ох, какие тут загрузочки. Ну что ж. Думаю, она себя должна показать. Подумал я. И начал сразу же без прицела долбить. И убил жесткую отдачу. Да, при помощи профика я убиваю игрока. Но это чистое везение было, потому что с такой отдачей тяжело кого-либо убить. И Михаил обходит нас сзади. Ну что ж. Дадим еще шанс этому оружию. И я вижу стопроцентный вариант, когда можно просто разорвать сомперника. И меня убивает Шинода. Зонкит. Видно, реально корейцы играют в русском лобби. Ну все. Я разорвился. И вы сейчас увидите баланс. Я возродился сзади игрока. И разрываю его одним выстрелом. Вот так вот. Да. Еще круто в этой игре. Так это выстрелы просто. Разрывные выстрелы. Разрушение людей. Хоть это все скриптовано, зато выглядит круто. Да. К слову говоря, о балансе, действительно, баланса никакого нет. Вы сами видели, что я возродился сзади игрока. Снова перезахожу. Перезахожу и уже жду другую карту. Хоть и показывают эту. Так. Выбираю золотые оружия. Смотрю. Опять вышел в лобби и мы проигрываем. Да. Мы проигрываем и новая карта. Сразу же новая карта. Я решил, что АС-50 уже отжил свое. И беру старый добрый Калашников. Который всегда рулил в Counter-Strike. Любой серии Counter-Strike. Главным разработчиком игры является Кореец. Который был участником создания Counter-Strike 1.6. И вообще серии Counter-Strike в принципе. Он хотел создать свою вторую Counter-Strike. И как говорится с Блэк Джеком и другими бабами. Видим кровавую комнату. Вот это самая страшная комната. Это вот у девушки случились эти дни. А, МПГ Гавинцу убивает меня. И да. Какие же ребята Ники выбирают. Ну, долго не походил я с Калашом. Так не убив никого. Я решал выбрать дробаш. Действительно, дробаш разрывная сила в любой игре. В любом шутане это является офигенной разрывной силой. И чувака подзрывает, он дальше побежал. Да. Жизненно. Бывает так. Талибов когда взрываешь. Опять я с дробовиком и знаю, что раунд заканчивается. Прям на самом интересном месте так всегда бывает. Когда ты уже думаешь, что сейчас будешь ты рулить и раунд заканчивается. Мы опять проиграли. Ну что ж, новая карта, новые правила. Новые действия. И новые стекла. Вот так. Я опять зашел куда-то в тупик и попытался разбить стекло, но оно не... Пуля непробиваемая, она уже непроницаемая и все такое. Дальше, дальше идем, идем, идем. И я просто психанул, разбивав все стекла, проверив опять разрушение. Вижу врага и убиваю его, по-моему. Да. Убиваю его с пистолета, причем не с дробовика, потому что на дробовике кончаются патроны. И еще в этой игре нужно нажимать на R, чтобы перезарядиться. А автоматической перезарядки нет. Приятного просмотра. Как его разорвало. Я иду на предпоследнем месте в своей команде и надо что-то решать. И я понимаю, что нужно заходить в самолет и как же в него зайти, если ты не знаешь, где вход. Вижу врага и разрываю его. Да, дробовик. Вещь. Просто вещь. Я помню, как в Battlefield 3 я разрывал с ним всех. И тут сзади соперника и... С одного патрона, с одного патрона. И тут выходит какой-то талип и стреляет мне прям в голову. Разрывая ее. О, по психовах немножко я захожу в тем миссиям, где главной задачей является сохранить VIP-персону. Это у контртеррористов, а у террористов убить ее, конечно же. И тут мы видим эпичное разрушение машин. О, да. Да, бывает и так. Посмотрите, как текстуры друг на друга налазают. Ведь это 2013 год на дворе. Был тогда, когда игра выходила. Игра, к слову, вышла 8 октября 2013 года. И мы проиграли. Причем я только два шоу, и мы сразу проиграли. Видно, проигрываете у меня в крови. Ну что ж, ребята, я выбираю водителя. И сажусь за руль крутого автомобиля. Перед этим я спаунил просто кнопку Ready, потому что кто-то не нажимал готов. Ну что ж, я за рулем автомобиля и везу VIP-персону. Видно, мне как повезло. Либо это Сербия, или еще какая-то страна, но непонятно мне. И мы везем VIP-персону. Причем я вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на дороге, я еще держу в левой руке маш... руль. Тьфу ты. Держу. Уйди. Или что это такое? Это, по-моему, Скорпион, да? Держу Скорпион в левой руке. В правой руке у меня должен был быть руль, но неизвестно, где моя рука вообще. Возможно, она что-то делает. Но что вы уже напишите в комментариях. Ну что ж, ребята, и тут понятно, что... Однорукий бандит вряд ли будет правильно управлять автомобилем. И тут мы попадаем в пробку. Сразу же пробку, это, видимо, не Москва, но все равно мы в пробке. Так. Газ, газ, газ. Полную, полную, полную газу. Ну, ничего. Мы прорвемся. Я вижу, что я уже более-менее стал лучше водить. И меня заносит. И там кто-то дрифтует. Вы сами видели, что, видимо, это уличный гонщик, который собирается нас убить. Этот уличный гонщик встал посреди дороги и начинает стрелять. Я понимаю, что нужно гнать, быстрее гнать. И тут игра немножко провисла, но ладно. В общем, дальше-дальше гоним и вперед. Этот указатель должен нам помочь. Я понимаю, что нужно скрываться. И стрелочка показывает именно туда. И тут эпичный взрыв. Смерть. Боль. И досада. Нужно выходить. Вип-персона вышла. И, похоже, сейчас ее убьют. Давайте, чуваки, быстрее убивайте ее. Убивайте. Защищайте его. Но нет, нет. Я, ребят, вам помогу. И... Я забыл, что в этой игре нужно перезаряжаться самому. О, мы опять проигрываем. И меня это жутко бесит. Так. Я иду на предприятие в последнем месте. Я опять решил зайти за водителя. Но уже не буду водилой и персоной. А буду на полицейской машине. Эта полицейская машина оказалась, к слову, вообще очень быстрая. И я просто вмотал от своих вместо того, чтобы защищать. И убил человека, да. Минус 80 экспи. Бывает и так. Ну что ж, ребят, я понимаю, что эта машина очень быстрая. И я просто гоню, гоню вперед. Вместо того, чтобы защищать свою персону. Не вижу я пока ни врагов, ни своих. Хотя на радаре понятно, что они сзади находятся. Но я тупанул. И просто понимаю, что сейчас все зависит от меня. Куда я поверну, там и будет все действие. Я поворачиваю просто направо и... О, чудо! Я оказываюсь в тупике, от которого собираюсь выехать. И в итоге мне игра потом показывает, что нужно возвращаться обратно. Что, типа, это и была точка назначения. Что для меня было совершенно неожиданностью. Я вижу красную шестерку или что это такое, в которой сидят талибы. Ну что ж, ребят, сейчас должно быть все хорошо. И мы должны их нагибнуть, ведь так? Давайте, 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 давайте. Я... Опять кончусь патроном, но я уже вспоминаю, что нужно перезаряжаться самому. Я сижу в машине, вместо того, чтобы выйти из нее. И нас двоих, братья, не убивают. О, господи, что же это за игра такая? Я просто психую, выхожу из нее. Ранги здесь сделаны очень тупо. Чтобы прокачаться до первого уровня, ты должен, хрен знает, какую тучу проиграть. И первый ранг, чтобы получить, ты должен долго играть и играть. Я, к слову говоря, поиграл минут так 40-45 и заработал всего 346 XP. Хотя первый уровень должен прокачиваться очень быстро, а дальше все сложнее и сложнее. Но в этой игре совершенно не так. Я убил 16, погиб 14 и ассистировал в убийстве всего три раза. Да, сейчас мою статистику пропалят и скажут, что я нуб полнейший. Ну, в этом не суть. Когда ты на первом уровне, тебе дают значок черепахе. Типа ты рак вообще полнейший. Да, даже кнопочка рак тут есть, которая означает инвентарь. Ну, ребят, вот такая вот игра. Моя оценка этой игре складывается из трех пунктов. Это графика, музыка и геймплей. Ну, еще, да. Геймплей, конечно, разнообразный. Есть машинки. За что я ставлю игре по геймплею 5 из 10. В принципе, геймплей повторяет Counter-Strike. Я уже ничего не говорю. Хоть это она и хуже сделана в прайне баланса, но ничего страшного. Графика получает от меня 3, потому что это график 2003 года. И не очень хорошо делать игры в 2013, как в 2003. И музыка получает 2. Да, общая оценка 4 из 10. За музыку 2, потому что это не типный саундтрек. И какая тут вообще может быть музыка, непонятно. Ну что ж, ребят. Эта игра получает 4 из 10 от меня. Ну а с вами был Вадим Джокер, канал ProfitVision. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не играйте в такие плохие игры. Всем до скорых встреч. Пока-пока-пока. Ну и еще, к слову говоря, Free2Play. Free2Play, конечно же, добавляет игре еще одну оценочку. Тогда я ставлю ей 5 из 10. Ну и напоминаю вам, если хотите больше обзоров, то ставьте лайки и пишите, что вы хотите обзоры. Ну, еще раз прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...